Здравствуйте, меня зовут Евгений Пильчин, я броншеф в стиле ресторанов Нияма и Пицца Пе. И сегодня я вас научу готовить в домашних условиях настоящие японские роллы. Для этого нам потребуют следующие ингредиенты. Отварной рис, заправленный уксусом, водоросли нори, авокадо, огурец, лосось и краб. Для того, чтобы придать форму роллам, ну и вообще для того, чтобы закручивать любые роллы, нам потребуется такая вот циновка. Это макисон, это специальная бамбуковая циновочка, которая предназначена для того, чтобы именно на ней закручивать ролл, и именно ей мы придаем всевозможную форму, ту, которую мы захотим. Так как рис у нас будет заправлен уксусом с сахаром и солью, он сам по себе очень липкий. И чтобы он не липкий к самой деревянной циновочке, мы его обтягиваем пленочкой и протираем влажной тряпочкой. Кладем ее перед собой. На нее выкладываем лист водоросли нори. Мы кладем лист нори. Если обратить внимание, у нее две стороны. Одна более шероховатая, вторая более зеркальная. Вот мы кладем его зеркальной стороной вверх. Для чего? Для того, чтобы мы положили рис, а на более шероховатую сторону мы будем выкладывать начинку, чтобы она цеплялась краешками и создавала ровный контур в центре. На нори мы раскладываем рис. Для того, чтобы рис не лип к рукам, мы обязательно должны руки смочить влагой. Почему рис липнет к рукам? Потому что рис для ролла варится определенным способом. Рис промывается 3-4 раза в проточной воде, откидывается на сито, даем стечь лишней влаги. Высыпаем его в холодную воду, доводим до кипения, убавляем огонь и оставляем 25-30 минут до полного набухания влаги. После этого мы рис заправляем уксусом, смешанным с сахаром и солью. Именно из-за того, что очень много сахара в составе самой заправки, он и липнет к рукам. И чтобы этого не было, мы их смачиваем влагой. Комочек мы берем примерно 80-100 грамм. Почему именно такой вес? Потому что должен быть обязательно баланс сочетания риса и начинки, иначе ролл будет просто невкусный. Рис мы укладываем следующим образом. Слева направо мы раскладываем равномерными движениями очень аккуратно рис по всей поверхности нори. И не сильно надавливая, просто разравниваем сам рис по поверхности, распределяя его равномерно на всю ширину листа. После этого мы с вами переворачиваем нори рисом наружу. И вот сюда на центр мы с вами будем выкладывать начинку. Начинка может быть совершенно разная. Но сейчас я вам покажу, допустим, как готовится классическая Филадельфия. На центр, именно на центр листа нори, мы с вами выкладываем сливочный сыр. Сливочный сыр можно купить любой. В идеале, конечно, это либо Хохланд, либо Креметте. Ну, любой сливочный сыр с хорошим содержанием жира и достаточно густой и плотной консистенцией. Мы с вами выкладываем вот такую вот полосочку, примерно 30 сантиметров. После этого мы с вами выкладываем огурец. Огурец используется совершенно любой, но лучше всего использовать большие длинные огурцы. Почему? Потому что в них меньше семенная часть. Примерно по длине листа нори мы с вами отрезаем такой вот огурец. Разрезаем с вами его пополам. И формируем брусочек, который не содержит семенную часть. Почему не желательно класть семенную часть? Потому что она при заворачивании дает влагу, влага впитывается в рис и роллы просто развалятся. Вот мы с вами примерно отрезаем вот такой вот брусочек огурца. Можно его даже немножечко выровнять. И мы с вами укладываем его спереди сыра. Почему мы укладываем его перед более мягкой начинкой? Потому что в момент, когда мы будем заворачивать, необходимо, чтобы край все-таки был достаточно плотной начинкой, для того, чтобы форма ролла держалась гораздо лучше. И третий компонент, который входит в такой классический ролл в Филадельфии, это авокадо. Авокадо лучше выбирать средней мягкости. Выбирать авокадо достаточно легко. При небольшом нажатии на авокадо должна оставаться небольшая вмятинка, которая при небольшом промежутке времени должна вернуться обратно. Это говорит о том, что авокадо спелое. Мы отрезаем дольку авокадо, снимаем с него кожицу и разрезаем на равные дольки. Вот такими вот небольшими брусочками мы с вами укладываем наше авокадо по центру ролла. Мы выкладываем его с другой стороны начинки для того, чтобы прикрыть как бы полностью сыр, чтобы он, весь сыр остался у нас в момент заворачивания с вами внутри ролла. После того, как мы с вами уложили всю начинку, мы с вами формуем сам ролл. Для этого нам необходимо приподнять вот так края циновки большими пальцами и придерживая всеми пальцами двух рук, мы край циновки подтягиваем к второй стороне нори и затягиваем начиночку немножечко внутрь, придавая ей форму. С небольшим усилием, двумя безымянными пальцами спереди и двумя большими пальцами сзади мы придерживаем края форму и форму, а указательными пальцами мы придаем ровный прямоугольник. Немножечко разравниваем, после этого приподнимаем саму циновку и, заворачивая, придаем форму роллу, формуя его в ровный квадратик. Вот таким нехитрым движением мы с вами получаем ролл, который нам останется только в чем-то обернуть и после этого нарезать. Лосось для Филадельфии можно использовать совершенно разный. Вообще классика Филадельфии – это свежая рыба. То есть это охлажденный лосось, который продается в магазине, хорошего качества, но именно в охлажденном виде. Если кто-то опасается есть сырую рыбу, то в домашних условиях можно готовить как на копченой рыбе, так и на слабосоленой. Для этого подходит лосось, семга, форель. Любая рыба хорошая, промысловая. Выкладываем лосось по всей площади циновки, примерно по ширине ролла. Выкладываем с вами на рыбу ролл и заворачиваем. То есть мы просто оборачиваем лосось вокруг нашего ролла. И получаем с вами полностью готовый ролл, который нам останется только порезать. Для этого нам нож необходимо смочить. Опуская кончик в воду, мы смачиваем с вами только кромку лезвия. Как вы видите, вода просто стекает по кромке лезвия. После этого мы наш ролл сначала разрезаем на две равные половины. Вот таким вот образом. После этого мы, в зависимости от ваших пожеланий, режем либо на 6, либо на 8 частей. Но классика роллов это 6, поэтому мы с вами порежем на 6. Но также допускается резать и на 8. Можно выровнять немножечко и края, для того, чтобы ролл прям просто выглядел как с картинкой. Обязательно нож каждый раз после того, как мы режем, надо протирать и смачивать. Иначе просто рис будет прилипать и рваться. Мы с вами разрезаем вот таким вот образом, небольшими движениями, не давя на несколько частей. Мы с вами выкладываем ролл на тарелку. Так как этот ролл у нас со всех сторон обернут рыбкой, очень красиво, когда он стоит именно стоя рыбкой кверху. Так мы выставляем под углом наш ролл и сервируем, берем васаби. Для чего подается имбирь и васаби? Вообще имбирь подается для того, чтобы перебить вкус одной рыбки, почувствовать вкус другой. Но в то же время это является пряностью, которую очень многие любят, чтобы ролл становился более насыщенным на вкус. И васаби. Васаби – это японский хрен, который подают специально для того, он считается как обеззараживающий, он считается как антисептик. Его можно помазать как на ролл, так и растворить в своем соусе. Так как рыбка сыра, я всегда рекомендую при употреблении сырой рыбы все-таки есть ее с васаби, как положено в Японии. И вот в таком вот виде роллы попадают к вам на стол. Надеюсь, мой рецепт быстрого приготовления роллов был вам полезен, и вы сможете угощать и радовать своих друзей и близких. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!